Елизавета Красавицкая, как и многие москвичи, переждать пандемию коронавируса вместе с мамой решила на даче, доставшейся в наследство от дедушки. Мама Лизы уже давно живет здесь постоянно. Елизавета провела в этом доме все детство. СНТ-восоковольтник начал строиться в 1956 году. Участки под дачи в районе Павловской Слободы были выделены работникам МОСЭНЕРГО. И вот теперь часть участков могут быть ликвидированы. Здесь пройдет дорога. Узнали обитатели СНТ об этом случайно. В феврале месяце выявилась у нас группа геодезистов, которые проходили по нашим участкам. И начали измерять территорию. Соответственно, на вопрос, а что вы здесь делаете, нам было сказано, что территория планируется под выкуп государством, по кадастровой стоимости из-за того, что у нас планируется проходить здесь дорога. Мы, конечно, ничего не знали. Распоряжение о подготовке документации по планировке под строительство автомобильной дороги Зеленоград-Снегири М9 Балтия подписано в мае прошлого года. Исходя из документа, новый участок этой трассы пройдет от пересечения ММК Аносино-Павловская Слобода до пересечения с дорогой Рождествено-Зеленково-Лобаново. Получается, что у нас вся эта линия планируется под снос с захватом соседей. Весь тот пятачок, грубо говоря, и вся первая и вторая линия здесь. Жители СНТ попытались раздобыть правдивую информацию о том, что же их ждет, если строительство дороги действительно пройдет через высоковольтник. Мне представились как первый заместитель Минтранспорта, но, опять же, мы не знаем, кто на самом деле со мной разговаривал. И он сказал, что у нас дороги 100% быть, при этом он с кем-то параллельно консультировался, толком никаких ответов тоже не дал. Но, тем не менее, что да, у нас часть участков будет под снос. Вот это он подтвердил. Подтвердил, но не известил, что как по волшебству земельные участки, попадающие в зоны строительства и отчуждения, вдруг резко подешевели. С 2 миллионов 100 тысяч она упала до 1 миллион 500 уже. Сколько соток участок? Восемь. Администрация городского округа Истров на обращение граждан ответила, что все полномочия по этому вопросу находятся на региональном уровне. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области подтвердил изъятие участков под строительство, но не трех и не двадцати, а десяти. Причем в письменном ответе фигурируют не четыре полосы дорожного полотна, а только две. В документах прописано, что шумозащитные щиты должны быть. В архитектуре нам сказали, что их не будет. И нас ставить в известность никто не должен был. Тем временем, 31 марта текущего года был отыгран тендер, в котором указано, что начало работ – второй полугодие 2020 года. В приложении к контракту также указано двухполосное движение, тогда как на карте все же четыре полосы. То ли планы изменились, то ли где-то неверная информация. Они планировали по проекту сделать дорогу к памятнику, к нашему памятнику Великой Отечественной войны. И там выводить ее не на новую Ригу, а на нашу двухполосную дорогу. Сами понимаете, четыре полосы, упирающиеся в две полосы со скоростью 80 км в час через круговое движение – это ни о чем. С учетом того, что дорога будет аж из Зеленограда идти. То есть, захватывая снегири и через наш уже туда. Ну, я уже молчу о том, что Новористское шоссе стоит практически всегда. То есть, что в одну сторону, что в другую. Если сейчас поток из Зеленограда пускать к нам… Ну, это, во-первых, у нас все будет стоять. Во-вторых, Рига и так все время стоит. То есть, они хотят разгрузить, видимо, какой-то другой кусок за наш счет, да, и Рига, она просто встанет. Очевидно, что новые дороги, безусловно, нужны. Строительство этой трассы ждут многие. Вот, например, обсуждение в соцсетях еще 2015 года. Уже несколько лет ведутся разговоры об этой дороге, которая свяжет, наконец, Павловскую Слободу и Рождественно. Впервые, кажется, заговорили об этом в 2012 году. Но, похоже, учитывая нынешнюю ситуацию, в ближайшие годы дороги этой так и не видать. Так что, по-прежнему, чтобы попасть из Рождественно в Павловскую Слободу, необходимо проехать 25 километров. Это дальше и дольше, чем поездка в два райцентра – Истра и Красногорск. Но конкретно на этом отрезке, помимо планирующегося изъятия земельных участков и возможного транспортного коллапса на Новорижском шоссе, есть и еще один важный нюанс. Очень беспокоит ситуация, что дорога прокладывается практически по нефтепродуктопроводу, который проходит вот там, по полю, в непосредственной близости. Это чревато авариями, ситуациями, близкими к катастрофам. Наверное, все помнят взрывы газа несколько лет назад. Это было очень страшно. То есть мы видели все последствия того, что может случиться. Газопровод, нефтепродуктопровод. И все это оказывается под угрозой из-за строительства. Это подтверждает и карта. Желтая и сиреневая линии – варианты прокладки трассы. А голубой пунктир – это магистральный газопровод, практически вплетающийся в дорогу. Если мы посмотрим по карте, мы увидим Аносинскую дорогу. И Аносинская дорога упирается в Падиково, как раз-таки съезд на Новую Ригу. Фактически эта дорога будет являться дублером, бетонного кольца. Кольцо сейчас расширяется, хорошая у него проходимость. Поэтому смыслы в этой дороге, снося все вокруг, ну честно, мы никто не видим просто. Либо бы остановили, как минимум там поля есть, можно было бы хотя бы провести ее там. Зачем же идти прям по головам? Письма и претензии в разные инстанции подписали и люди из соседних СНТ. Только вот поможет ли? Все близлежащие деревни, в том числе и Зеленково, и Снегири, где мы общались, нам было сказано, и опять же, это может быть непроверенные данные, но слышал неоднократно фамилию Зиганов, которому нужна была эта дорога, которая живет в Снегирях. Это, конечно, безобразие. Так восторжествует ли здравый смысл? Елена Аешина, Михаил Моралов, Истра, РФ.